Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии официального открытия 27 международной специализированной выставки здравоохранения Беларуси 2021. Сама необходимость выставки связана с тем, что ситуация настолько быстро меняется, мы должны отвечать на эти вызовы. Мы на пороге очередной модернизации системы здравоохранения на основе кооперации различных стран. У нас 150 павильонов в различных сферах медицины. 15 стран. Хорошая площадка для обсуждения именно тех проблем, которые мы должны решить сейчас. И что очень важно, я полагаю, что этот тренд выставки будет все более и более, он интересен не только специалистам, он интересен будет каждому из нас как пациентам, потому что здесь появляется все больше и больше стендов, там где есть сервисы, которые интересны здесь и сейчас. Сегодня мы предлагаем рассмотреть несколько новинок, актуальных в пандемию COVID-19. В частности, тренажер ухода за пожилым пациентом, так как это самая уязвимая группа в нынешней обстановке. Это сверхреалистичный манекен пожилого человека. Он очень мягкий на ощупь, абсолютно идентичный натуральному, как говорится. Все возрастные изменения отображены на коже. Тренажер подходит для отработки навыков ухода за глазами, ушами, назогастрального питания, внутривенных, внутримышечных инъекций, а также для измерения артериального давления, проведения катеризации мужской и женской, ну и в том числе для транспортировки. Вот такая реалистичная тактильность очень важна для того, чтобы студенты позже не смущались при встрече, как говорится, с реальными ситуациями. Чистая комната — это помещение с особыми требованиями к чистоте воздуха. Это обеспечивается подачей воздуха от центральной системы кондиционирования через фильтрационную систему фильтра. Это в основном применяется на производствах микроэлектроники, фармацевтики, ну и, соответственно, медицинских учреждений. Операционные, предоперационные шлюзы. В Беларуси, на самом деле, мы одна компания такая, которая производит, в том числе мы занимаемся еще производством генозащитных изделий и, в принципе, научились, скажем так, совмещать ограждающие конструкции чистых помещений и рентгенозащиты. Это применимо в, скажем так, рентгеноперационных, которые сейчас наиболее актуальны. Сегодня мы представляем здесь наш проект, мобильное приложение, виртуальный ассистент для будущих состоявшихся родителей. Это такой помощник, который задает тебе вопросы, в зависимости от того, как ты на них ответила, строит тебе повестку обучения, а в ближайшей перспективе еще и покупок, и в том числе каких-то дополнительных медицинских обследований. Допустим, мы выбираем «Жду малыша». Понятно, что мы говорим о том, что круто, здорово, поздравляем. Дальше маме предлагается выбрать на первом этапе, пока только мы здесь срок беременности, либо его рассчитать. Допустим, мы знаем и выбираем, что у нас 15 недель беременности. И, исходя уже из этих данных, идет первый этап рекомендации. Дет может зайти и добавить поля, которые его еще дополнительно волнуют. Также он может отдельно посмотреть контент по экспертам и отдельно выбрать себе программу обучения, если он хочет углубиться куда-либо. Детки приходят на обследование или им делают какие-то инъекции, они волнуются. Мы поможем тем, что они наденут очки, там есть такая специальная игра, и они таким образом отвлекаются и не переживают, из-за этого их пульс не увеличивается. Но одновременно в этот момент стоит врач, обследует, осматривает, и он также может управлять ситуацией. Например, чтобы ребенок сделал вдох, да, и он не пугался. Врач может включить, там, ему в очках появится такой же ребенок, который скажет, давай, что поиграем в игру, да, два, кто там, кто сильнее вдохнет. И вот тогда ребенок делает этот вдох, что позволяет врачу, в принципе, все провести обследование. Продолжение следует...